Рома, вот мы сейчас обсуждаем этих верных бойцов Путина, Кадыров, Пригожин, которого якобы списывают, но мы еще можем, наверное, понаблюдать ситуацию, заразить им события, потому что это такой игрок, которого просто не отпустят с арены. А что же Гиркин? Он стал ненужный, бесполезный или он притаился? Ну, почему же? Вот я перед нашим общением слушал его последний стрим. Говорит, что Пригожин очень плохой человек, как и Шойгу, но Пригожин хуже Шойгу, потому что Пригожин подстрекает людей к военному мятежу. Ну, собственно, поэтому и ЧВК Вагнер начали как-то прикручивать. Мне в этой всей истории просто хочется подчеркнуть, почему мы обращаем внимание на этих людей. Там, Пригожин, соответственно, Гиркин и, может быть, Кадыров. Почему? Потому что на всю эту большую Россию только им пока положено, ну или их пока не садят в тюрьмы и не расстреливают, говорить какие-то отличные мысли от того, что транслирует российский телевизор, ну и, соответственно, транслирует Кремль. Поэтому мы обращаем на них внимание. Но в данном противостоянии Гиркин, он вообще просто осужденный уголовник в розыске, не более того. Силового ресурса у него нет, и, соответственно, он интересен, я не знаю, как разыскиваемый гаагским трибуналом политолог. Вот я бы не более того, и его какой-то вес в системе и в российских координатах, его просто не надо преувеличивать. Даже вот они там создали какую-то там организацию тех, кто не любит Путина, потому что он отправил на войну еще не всех граждан России. Но его оценки интересны на самом-то деле, потому что он замечает следующее. Ведь как работает российская пропаганда? У них основа, главное, говорить о текущем моменте. Можно говорить даже все, чтобы это соответствовало действительностью и было правдой. Только не делать какие-то, знаете, причинно-следственные связи и не смотреть на ситуацию в ретроспективе. Что я имею в виду? Вот сейчас, и об этом говорит Гиркин, Путин хвастается, что вот у украинского контрнаступления шансов нет. Ну, мы должны просто задуматься и поставить вопрос. То есть, что это значит? Если Украина наступает, значит, у россиян потеряно то, что называется стратегическая инициатива на земле, и они только оброняются. И он, Гиркин, достаточно так интересно фиксирует вот это вот положение. А кто сказал, что если контрнаступление, если, я подчеркну, будет не настолько удачно, как мы планируем, а мы планируем выгнать всех российских оккупантов, то это сразу будет означать, что Украина капитулирует или пойдет на уступки Российской Федерации. Хотя вот из важного, то, что он говорит, что благодаря вертолетам армейской авиации Российской Федерации им во многом удается сдерживать украинское контрнаступление. Это факт, потому что эта информация, она идентична тому, что говорят и западные эксперты. Просто я к чему это все веду? Выводы нужно сделать, как сделать так, чтобы российские вертолеты в небе Украины не летали, а горели на земле, например, в Бердянске, где у них сейчас оборудованы соответствующие аэродромы. То есть, ну, все в ретроспективе. Редактор субтитров А.Семкин